Друзья, всем привет! Сегодня я готовлю очень вкусную закуску. Это рулетики из капусты с начинкой из грецких орехов. Также буду добавлять разные приправы. Так что, кому интересно, смотрите и готовьте. Итак, что мы берем? Капусту, лук, морковь, чеснок, из зелени кинзу, гранат, орехи, подсолнечное масло, соль, перец красный, шафран, сухая кинза, куцхосунели и уксус. Для начала мы должны подготовить капустные листья. Я вот так надрезаю. Как готовите вы голубцы, снимаете листья. Вот так и здесь будем делать. Сейчас уже у меня вода закипает. Я капусту отправлю кастрюлю. Немножко они проварятся и уже потом я буду снимать их, отделять от этого кочана. Я кочан разобрала на листья. Сейчас они, видите, отдельно у меня кипят. Доведем их до того, чтобы они стали мягкие, чтобы мы могли потом из них формировать рулетики. Сами уже смотрите, до какого состояния. Чтобы не слишком они были развалены. Вот несколько листьев я уже вытащила из кастрюли. Вот смотрите, как выглядит, до какой степени. Ну я сварила. Вот эту твердую часть должна сейчас обрезать. И капуста, которая у нас осталась, я также ее поставила, чтобы она сварилась. Я потом должна буду ее пропускать через мясорубку и буду делать начинку. Да, и также мы еще должны сварить морковь. Капуста готова. Я ее откинула на дуршлаг. Ждем пока она остынет, а потом уже буду перекручивать на мясорубку. Когда будете перекручивать, отжимайте лишнюю жидкость. Она нам не нужна. Ну а сейчас мы будем подготавливать нашу начинку. Сюда в капусте я буду добавлять все наши приправы, орехи. Также почистите до этого гранат, чтобы были у нас зерна граната уже готовы. Здесь у меня лук, орехи, шафран, перец, сухая кинза, уцхо-сунели. Также добавлю свежую кинзу, чеснок и соль и уксус по вкусу. Ну и зерна граната. Такая начинка получается. Я попробовала и на соль, на перец все прекрасно. Я не знаю, но за уши не оттащишь. Такая вкуснятина. Это что-то. Как я люблю грузинскую кухню. Ну а сейчас берем капустные листья и сверху намазываем нашу начинку. Вот так каждый капустный лист. Сейчас я их положу друг на друга. Средину морковь и сверну рулет. Морковь я разрезала на 3 части. Ну это конечно уже в зависимости от толщины. Можно и на 4. А если потоньше, то и на 2. Но сейчас будем уже сворачивать вот так. Вместе с морковью. Вот такой рулет получается, как большой голубец. Но это пока один. Начинки еще много и капусты тоже. Так что я буду продолжать. Все это закончу и отправлю рулетики в холодильник. Пока я занята была и время прошло. Достала из холодильника рулеты. Сейчас буду их нарезать. Вот такие красивые рулетики получились, друзья. В средине, видите, это у меня осталась начинка. Я сформировала вот такие шарики. Если бы я ее не заворачивала в капусту, то так тоже можно. Это уже у нас идет отдельное блюдо. Пхали из капусты. Его можно приготовить также из фасоли, из шпината. У меня есть видео на канале. Если интересно, можете посмотреть. Это очень вкусная закуска. Так что можете пробовать. Немножко, правда, тяжеловатое, но мы же не каждый день будем это есть. А так на любой праздничный стол очень даже ничего. Так что, друзья, пробуйте. Ну и как всегда, я благодарна вам, что заходите, пишите, ставите пальчики. Ну и кто не подписался, подписывайтесь. И до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok